Беженцы отсюда пойдут обратно, туда, в Турцию, везде, куда больше, потому что им здесь не устраивает климат. Никуда они не пойдут, они еще больше придут. Но нет. Еще и вид на жительство собираются дать. Да, но не будем об этом. Я, честно говоря, пару раз рассказывала с этой темой, но беженцы есть, беженцы есть, люди есть, люди у них беда и так далее. Это шутка нехорошая, но все же. Ну, в общем, вот так вот, коротко. Я довольна тем, что у нас, мы вот этот клуб Ингре открыли, уже думала, все, уже нету больше сил. Честно говоря, вот два года мы, свек, вот у нас есть раз, два, три, четыре, пять, так сказать, активистов, и в, наверное, 15 местах, по крайней мере, делали вот эти рассказы, возили вот это все, и люди интересуются делать Ингербаланс, историю народа хотя бы, и никто не знает ничего. Даже сами, вот, которые приехали в молодое поколение финны, под эгидой Ингербаланских, ведь можно было ехать из одежды четырех бабушек и дедушек, один Ингербаланский, уже умерший. До трех поколений нужно было доказывать, что ты относишься. Вначале было четыре. Четыре вертинки ездили сначала. Да, это было, что четвертый, один из четырех бабушек и дедушек, финн, ка, значит, можете ехать. В поезде ехал со мной молодой человек, весь возбужденный. Я и не думал, что у меня есть бабушка финка. Теперь я в Финляндию поехал. Вот так вот. То есть из 72 тысяч русскоязычных, примерно 70% приехали по статусу Ингербаланских и Переселенцев в России, в Финляндию. То есть большинство в этом же Ассорсе... Я из этой серии. А? Я из этой серии. Я из этой серии. И Переселенка. Да, я тоже из этой серии. Нет, у меня отец гражданин Финляндии до 18-го года был. Но вот такие есть, которые раньше жили, ведь называется правильно, если раньше жили в Финляндии и выехали, тогда полумутая. А те, которые не жили в Финляндии, я никакая не полумутая. Но я тоже поехала, использовала эту возможность. Ну, дали всем, у кого Финляндия. Еще.